добрый день наш сегодняшний блог будет аллахический на какую тему посмотрите вот это зеркальце на это зеркальце для тюфилин ok можно использовать не только для тюфилин вот такое зеркальце на нем есть какие-то рисунки или какие-то пейзажи нет не видно как это будапешта унгария венгрия как это окат как это зеркальце оказалось у меня как-то я ехал на своей машине и обнаружил это зеркальце что кто-то каким-то образом она вдруг оказался у меня багажнике я не знаю как она у меня осталось то ли я кто-то ехал и забыл у меня это машине то ли это кто-то купил и знак ток короче кто-то оставит у меня машине теперь так что мы с этим делать я должен это вернуть я подумал так что вариант что ко мне вернется я все не знаю не представляю кто это может сделать кто кому это возвращать кому это принадлежит на самом деле искать такого человека даже не знаю куда где что мне остается делать выкинуть это зеркальце мне как раз нужно было зеркальце для тюфилин я решил его себе взять теперь у меня есть друг он как раз венгерский еврей он его родители приехали из венгрии может быть его бабушка девушка приехали из венгрии да такой очень мы с ним близкие друзья он занимается кашрутом в креоцефере у нас там где мы живем и он мне говорит откуда у тебя такой зеркальце с видами венгрии откуда у тебя такой зеркальце я говорю вот так что машине меня стал оставил он говорит почему ты имел право это взять когда это осталось у тебя в машинах человек это забыл да это потеря просто потеря это попало к тебе в твое владение до того как он отчаялся от этой потери по правилам если это попало ко мне в руки до того как потерявший отчаялся то я становлюсь его сторожем я становлюсь я сторожу эту потерю теперь для него то есть нам не есть обязанность она попало ко мне в руку это называется бы и сура с запретом на меня на нее запрет а надо объясняет что в мою руку это попало в качестве сторожа который сохраняет это для потерявшего а не попала после того как он уже отчаялся это стало ничейным то есть эта штука она принадлежала момент когда она попала ко мне в машину она еще принадлежала хозяину это зеркальце она принадлежала свой хозяин а с как я могу это взять себе каким образом я могу это взять себе если это зеркальце она еще принадлежит хозяину зеркальца или хозяйки тут вот это туфелька нарисована дамская сумочка может какая-то женская вообще зеркальца а как я могу это себе оставить у себя если это зеркальца принадлежит какой-то пассажирки или пассажирку приехал моей машине совершенно случайно которая посадила не знаю чье это окей а тогда говорит моти вайс да вот этот вот мой друг он говорит ты не имеешь права этим пользоваться должен это вернуть ты должен это вернуть да то тогда ты не имеешь права этим пользоваться что я говорю я говорю так что люди обычно за вот этими всеми мелкими вещами не возвращаются мы постоянно видим что люди теряют носочки детские до сосочки бутылочки все что угодно и никто не не приходит их искать почему потому что идти искать эту бутылочку где ее потерял намного тяжелее намного больше труда чем просто пойти в магазин купить новую бутылочку поэтому я говорю так что все эти вещи люди изначально в тот момент когда они теряют они моментально автоматически до отчаиваются от того что они их найдут то есть можно предположить что человек который потерял эту штуку он изначально отчаивается от нее и таким образом человек имеет власть надо ты как бы свою владеет этой штукой только до момента пока она у него находится в руках когда он ее теряет автоматически нас как бы такое правило скажем я говорю это я его заявляю то правило да что человек не считает это своим больше тот момент она терять то что найти ты потом просто нереально поэтому я считаю что я могу этим пользоваться но мотит и за нас все-таки спорят я разговаривал с некоторыми раввинами до сих пор нахожусь некоторыми раввинами в обсуждении этого вопроса мне интересно будет ли у кого-то мнение это обоснование кто прав я или моти можете написать нам в комментарии посмотрим и в конце концов напишем как сказал нам рафганс и как сказал моти раввин города брахвильдера в зихерман и в конце концов без раташем напишем как аллаха в этой ситуации спасибо большое